добрый день 23 марта обзор текущего рынка с точки зрения квартальных отчетов вот нашел пару вариантов ближайшие дни те которые будут ближайшие сутки там ничего такого интересного я не нашел а вот порог компании 24 26 24 после выход квартального отчета акция рим прежде всего надо смотреть чтобы акции были очень ликвидны чтобы можно было сделать всякую всячину вот тут я конструировал в плане стандартного календарного справа здесь у него неплохое отношение по волатильности но тут 48 39 и 940 а падение ну во первых надо оценить было ли у нее вообще большие гэп и тени года в этой акции не было то есть там что 20-30 процентов поэтому вряд ли она и будет и второй момент куда упадет им плать волатильность сейчас нам где-то в районе 43 но ниже 35 она не упадет на на общем фоновом рынке то есть до 35 ну 34 значит значит 40 ну на 7 процентов ну вот и конструировал вместо календарного спреда еще стал ставить с двух сторон продажу вертикальных спредов то есть получилась такая сложная вещь но при таком падение волатильности все равно она не держит в данном случае левая часть не нужна но и недостаток этого раз два три четыре шесть вот если например сделать следующим образом понятно то есть мы прикрыли ну вот это кстати можно использовать календарный спред плюс покупка вертикального спреда то есть можно даже на сравнить по веге и 40 если без них 36 ну там она почти одно и то же что касается самого профиля ну да то есть он прикрывает напрочь верхнюю часть но снижает левую часть вообще мысли интересно то есть если есть мысль куда пойдет акция скорее то можно как бы делать наклон таким образом так это простой календарный спред но помимо этого еще подумал что вот например на вас и ликвидных акциях как и рим можно использовать календарный спред плюс один ну минус один как не заметили действительно так ну вот например минус 10 тоже используя разницу по волатильности здесь она чуть даже больше не за хвостов минус 58 у нас дельта например продаем один 62 50 практически на рынке что имеем но да то что до этого имеют смотрим ну скажем минус 8 правда даже минус 10 экстремальный вариант ну как бы понятно да здесь ограниченный минус случае роста дальше . без убытка снизу то есть свои плюсы свои минусы есть можно конечно ставить такую конструкцию с этой стороны но опять же это превращается в шесть ног хотя для очень ликвидных акций вот типа того же рима это это в общем то возможно сейчас посмотрим что это будет во первых во первых попал посмотрим с одной стороны продаем путь что имеем вот как 10 процентов тоже побольше нет но если мы продадим здесь 62 50 ну да мы его подняли минус опять же делаем 10 процентов 10 вряд ли это как бы я беру экстремальный вариант все вот она падает нам до нуля 10 процентов это и надо 43 вот сюда маловероятно тем более что это даже не правильно я смотрю надо с по этим месяцам то есть она должна упасть ниже 30 ниже вот сюда но с чего она туда упадет нет там надо корректным процентов 7 брать падение 7 процентов там картина меняется 7 ну то есть вот тоже как вариант но недостаток 6 ног скажем не все платформы могут открыть шестиножную конструкцию одним левитом например твс иногда берет иногда не берет сейчас берет только четырех нужную конструкцию хотя здесь можно два календаря и добавить внутрь этот проданный страну ну там понятно что его можно еще вот эти двигать туда-сюда либо снизить количество календарей то поднимет середину конструкции вариантов много нельзя сказать что на календарных отчетах выиграть невозможно возможно все зависит от волатильности но да здесь мы приподняли центровочку то есть более ровная конструкция более ровная конструкция вега примерно в районе 40 все те же делаем минус 7 тут она в плюсах ну и надо посмотреть собственно какую зону ну что-то она задумалась достаточно приличная зона причем я бы сказал скорее все таки вот настолько вверх маловероятно можно чуть-чуть ее снизить конструкцию самую то есть это реально заняться тут конструированием самым разным по этой акции значит закрываем аж подвисло от такого количества ног теперь боюсь уже не доберусь до списка то есть несколько там вариантов и пендарных про плюс один и два таких и вот изменение коэффициентов ладно и переходим ко второму варианту dtg доллар фрике авто так но я не знаю чем они занимаются меня интересует волатильность не фундаментальные факторы вот по ней даже интереснее вариант почему потому что майские опционы начались сегодня среда понедельник два дня торговались открытый интерес ну практически ноль но это меня например не пугает потому что если я смотрю беда ски то вполне прилично 20 долларов 25 тут тут больше тут 20 на самом деле это цена закрытия в тени дня там спреда могут быть и поменьше кроме того простая очень тенденция ликвидность вот этих открытые интересы перейдет сюда на следующий месяц но вот у них 26 марта до и тут два календарных спреда самых простых по 60-му колу либо май июль либо апрель май май июль даже лучше выглядит его можно ловить по лимиту наверняка довольно неплохо выглядит ну преимущество перед предыдущим вариантом всего две ноги вот как он считает долг но большая там зона можно поверить на слово она большая почему-то конечно не корректно нарисует там надо цену просто вот меня интересует профиль сразу в сравнении с и ну давай так так и то же самое не посмотрел волатильность ну сейчас я посмотрю волатильность ну куда он может ну как бы до 20 ну это максимум ну это максимум что он может смотрим что там по второму и третьему месяцу то есть здесь 10 а здесь 7 примерно то есть в этом случае просадочка ожидается просадочка ожидается минус 7 так так а и второй вариант это мы переносим его сюда апрель май но по профилю тот выглядит поширше побольше и так мне кажется что он предпочтительнее хотя по по падению волатильности здесь будет более но здесь 10 процентов а здесь так все 15 процентов но разница цена спрада здесь дороже и ну как бы тот предпочтитель а ну да здесь еще 59 дней здесь 115 вот почему он пошире и получше что касается реальных цен сейчас посмотрим май июль именно потому что май только два дня котирует вполне возможно что там просто и цен нету 57 долларов нет я посмотрел два последних дня вот этот спред устаканивается то есть от 50 где-то до 75 он гуляет ну по 60 даже может по 50 поймать его можно вот но это нужно делать ближе к выходу 26 числа там за день за два потому что судя по по этому графику его рынок еще отнесет либо вверх либо вниз вот вот ну вот такие вот идеи спасибо 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 Продолжение следует...